Сострадал, сострадал, и так досострадался, что он вручает себя к лишнюю, он понял, что его доводы и умные слова, они не дают никакой пользы. Попадешь, не так важно. Сражайся во имя сражения, сражайся во имя исполнения своего долга, но не желая привязываться к плодам. Ты не имеешь права наслаждаться плодами. И пятый раздел стихи будет 54-72. Все правильно вы говорите. Схита праги или схитадхирмауни, то есть признаки человека в самадхи, скажем так. Вот это видение второй главы, давайте напишем самадхи. А здесь будхи-йога напишем. Я думаю, что есть много разных определений. Слово это взято из... У Патанджали, в Муни, да, есть вот восьмиступенчатый йога, и в конце концов человек погружается в самадхи, в транс. Но Патанджали объясняет, что Джива видит, в принципе, параматно в своем сердце. Вот, сосредоточенность определенная, да. Состояние трансцендентное, говорят еще, что это означает трансцендентное? Вне гун материальной природы. Когда ум освобожден от влияния гун материальной природы, и человек находится на трансцендентном духовном уровне. Вот, говорят, в данном случае просто, если мы говорим самадхи, астхита прагья муни, это как раз вот это трансцендентное состояние. Мы поговорим, что такое. Астхита устойчивого разума, человек устойчивого разума. Когда дойдем, вначале надо определиться, что еще означает действовать на уровне мешка макарма йоди. Да, потом уже погрузите в самадхи. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, мы чуть-чуть вернемся к 38-му стиху. На нем мы закончили. Теперь читаем нам 38-й текст. И далее, то есть мы объяснили, да, что Шапруппады объясняют. Что Господь Кришна прямо говорит Аджуне, что Тот должен сражаться просто ради сражения, поскольку этой битвы желает Сам Господь. Человек, действующий в сознании Кришна, не думает о счастье и горе, потере для приобретения, победе и поражении. Итак, тот, кто считает, что вся его деятельность должна быть направлена на удовлетворение Кришны, обладает Божественным сознанием. Поэтому его поступки не являются материальными и не влекут за собой кармических последствий. И далее Кришна будет раскрывать немного смысл этого стиха. То есть суть раздела в чем, запомните, что связывает не сама деятельность человека, а что связывает его сознание, мотивы, с которыми он действует. Вот это в принципе суть понимания этого раздела, что важно не сама просто деятельность, чем человек занимается, а важно, связывает именно и порабощает именно сознание. Если человек стремится наслаждаться плодами своего труда, он будет связан. Вот это очень важная вещь в этой главе. То есть, другими словами, Кришна призывает, не создавая последствий своих действий. За каждое вот это желание, да, кармическое, если человек хочет наслаждаться плодами своего труда, он будет связан. Вот, и Кришна начинает объяснять, что связывает не сама деятельность, а сознание. И до этого, 39 стих, давайте прочитаем, я прочитаю сам 39 стих. «До сих пор я излагал тебе это знание аналитически». Да, он говорит, «Эйши-ты-бхихита-санхи». Вы тоже следите за текстом, чтобы учиться, находить все в книге. Санхи, да, он говорит, «До этого я излагал тебе все аналитически, а теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности». Интересно. «Осэн-притхи, действие в соответствии со знанием, ты освободишься от рабства своей деятельности». То есть, Кришна хочет научить Аджуну, как правильно действовать, как действовать бескорыстно. Помните, мы говорили карму-йога, Данишка, что есть яна, есть знание о душе, есть карма о деятельности. Если их соединить, будет действие знания уже. Ну вот, и в 39-м стихе он говорит, что я описывал санхи. И Савропады в комментариях пишет, «Согласно редическому словарю Нерухти, слово санхи означает дисциплина, то есть, подобно описывающая вещи и явления». То есть, санхи – это философия, которая очень подобно описывает здесь природу души. Помните, он говорил, сколько она, какого размера, одна десятичная кончика волосы, какие ее качества, свойства. Он подробно, аналитически все это описал. Да, он использовал эту науку санхи. Савропады говорят, что, конечно, нельзя путать с атеистической какой-то санхи. Да, что санхи – это философия и практика, которая описывает истинную природу души, а йога, он пишет, что это практика, помогающая обуздать свои чувства. Санхи означает также исчислять. И сейчас Кришна хочет описать уже науку о бескорыстной деятельности бухтхи-йога, или нишкама-карма-йогу. И мы уже говорили, что ее можно разделить на два уровня. Каких два уровня, или два вида, скажем так. Нишкама-карма-йогу мы обсуждали в 38-м стихе, кто запомнил? Да, у того есть знания, гьяна, тот, кто, можно стараться не смотреть, не подглядывать свои записочки, пытаться просто осознать, что это еще не будет речь. То есть тот, у кого есть знания о душе, но он не привязан к верховной личности Бога, и он тоже действует, может действовать на уровне нишкама-карма-йоги, он понимает, понимает свое положение души, и понимает, что привязанность к водам она связывает. Вот он развивает такое сознание отречения. И есть другой уровень нишкама-карма-йоги. Нет, плоды посвящают Господу. Да, плоды посвящают Господу. В первом случае это имперсоналисты, а в втором случае преданные. И тут, и здесь не нужно отрекаться от плодов, так, о чем можем отриться? Представьте, вам ничего не примут, даже кто вы отрекаетесь, такой щедрый человек. Просто там, я не знаю, там, вот машина стоит какая-то, она не ваша вообще, и вы так щедро ее кому-то подарили. Там, я вот отрекаюсь от этой машины. И, конечно же, понимание предано, оно гораздо глубже. Мы ни о чем не можем отречься, мы можем что-то занять в преданном служении Кришне. И таким образом, действуя в таком сознании, человек тоже находится на этом уровне нишкама-карма-йоги. Действия, а его действия не связаны потом, да, последствиями. Это очень важный момент. И мы уже заметили, что Шиопраупада, он на первую персональную теорию, ну, концепцию вообще сильно внимания не обращает. Его комментарии в стиле баща, поэтому он сразу же сподвигает, он говорит, все его переводы, заметьте, будхи-йога, нишкама-карма-йога, карма-йога. Он просто переводит одним словом, двумя, преданное служение. Да, он сразу сосредотачивает читателя на истинном смысле, истинном понимании. Но так или иначе, в традиции, в классическом понимании, есть два, да еще раз я скажу, нишкама-карма-йоги. Нишопраупада говорит только о преданном служении, смотрите, он говорит, необходимо понять, что будхи-йога, это деятельность сознания Кришны, все. Какие там персоналисты или еще что-то, вот, даже не углубляется в эти детали, из-за ненадобности. То есть, исполнение, исполненное блаженство и знание, преданное служение Господу. И сороковой текст, дальше, он вдохновляет. Помним, да, в чем суть раздела еще раз? Связывает что? Да, связывает не деятельность, а связывает сознание человека. Не забывайте держать всю суть. И Кришна в сороковом стихе, он вдохновляет. Да зачем вообще нужно заниматься этой бухтей-йогой? Такая рекламная пауза. Всегда мы должны перед тем, как что-то представить, вдохновить. В шастрах часто бывает, это карма-пхау. Да, вот, в конце концов, изучение шлюти-пхау. И что говорит Кришна в сороковом стихе? Он объясняет, он начинает говорить. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет. Все, ты ничего не теряешь, ты встал на этот путь. Ни одно его усилие не пропадет даром. А даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. То есть действие на уровне бухтей-йоги, оно сильно отличается от материальной деятельности. От деятельности, но вне карма-канды даже. Шабурпада объясняет в комментарии, почему. Что усилия, они не пропадают даром здесь. Чтобы мы не сделали на пути, на какой бы уровень, если вы, например, делаете, я не знаю, ну что-то, какие-то материальные вещи, строите дом, к примеру, да? Вот. И вам удалось только в этой жизни фундамент построить. То это невозможно этим пользоваться. Ваши все усилия пропали даром. Никто не может жить в доме просто без крыши, без стен, над ним фундаментом. Но в духовной жизни ничего не пропадает даром. Вот это важное понимание. Любые усилия в этом направлении, они приносят свой духовный плод. И Прабхабада пишет, деятельность сознания Кришны, то есть деятельность ради Кришны, а не ради удовлетворения запросов собственных чувств, разделяет сразу духовную и материальную деятельность. Это высшая духовная деятельность. Даже тот, кто только начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий. И любое, даже самое незначительное его усилие, не пропадет даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца, иначе все наши усилия окажутся напрасными. Однако любая работа, начатая сознанием Кришны, принесет положительный результат, даже если останется незаконченным. Понятен этот момент, да, что Кришна вдохновляет, он объясняет разницу между деятельностью на духовном уровне или просто материальной, какими-то материальными деятельностями. То есть в первом случае она никогда не пропадет даром. Дальше Кришна будет больше раскрывать эти темы, что ждет неудачливого йога. Помним, да? То есть даже человек не достигнет какого-то совершенства, что его ждет в будущем. Если будут возникать какие-то вопросы по ходу, не стесняйтесь, поднимайте люки и задавайте вопросы. Сорок первый текст, да, это важный текст. Мы, кстати, забыли шоке прочитать, в конце прочитаем. Сорок первый текст целеустремленность описывает, да, характеристика такого человека, его характер, того человека, который встал на этот путь бухти, бухти-йога. Давайте вместе его прочитаем. Готовы? Забегая вперед, скажу, что этот стих, на самом деле мы все здесь находимся благодаря этому стиху. Да, вы не знаете, может, историю, но шоке про пада описывает и рассказывает, что именно этот стих, в комментариях Вишвана Чакравати Такура, побудил его предаться Гуру и заняться миссией. Да, он стал таким стимулом. Зашил про пад вот этот сорок первый стих, стал стимулом, что вот он долгие годы вынашивал, вынашивал, вынашивал этот план, да, в Явасаятме Кабухи, Экеха Курнанда, Экеха, он сосредоточился на одной этой цели. И что Вишвана Чакравати Такур раскрывает этот стих, в своих комментариях, вот он запал в сердце Шипраупада, и он стал таким импульсом, толчком. Да, поэтому мы на самом деле должны испытывать благодарность всей Гуру Парампари, вот, естественно, Шипраупаде, за то, что мы как-то вообще соприкоснулись с этим знанием о бескорыстной деятельности, о преганном служении. Итак, характеристика и разум человека, Парампари пишет, твердо верящего в то, что действие в сознании Кришны, он достигнет высшего совершенства, называется Явасаятмика. Явасаятмика. То есть появляется решимость или целеустремленность. То есть человек, который поднимается на тот уровень, будет хи-йоги и действует духовно, то есть у него есть определенная характеристика, он решительный. У материалистов, материалисты тоже могут быть решительны, но и у постоянно, бахушакха, многоветвист, то вот этим занимаются, то этим, то пятым, то десятым. И в конце концов, материальная деятельность, она не дает вечных плодов. Мы сейчас не будем приравнивать вместе, потом отдельно мы можем после лекции обсудить эти уровни, чтобы не сбиться. Давайте, я хочу, чтобы мы сосредоточились, сегодня прошли вторую главу и часть третьей главы. У нас остается где-то пять-шесть занятий вместе, и мы пройдем с вами шесть глав, где Кришна будет описывать разные методы самоосознания и делать какой вывод, в конце концов, всегда, что лучше, да, что бахти-йога лучше метод самоосознания. Он будет подвигать к этим мыслях джун еще больше и больше. Но дальше дается такой контраст, 42-43 тексты, а кого же, что происходит с теми, кого не привлекает духовная практика, да? Те, кого не привлекает духовная практика. И здесь, в этих стихах, Кришна первый раз упоминает о ведах. Людей со скудными знаниями очень привлекает цитистый язык ветвей, которые привязывают, извиняюсь, которые призывают их совершать различные кармические оправы и ритуалы, да, он говорит о кармаканде. И чтобы подняться на райские планеты, родиться в богатой знатной семье, обрести, могущество и многое другое, стремясь к чувственным удовольствиям и роскошной жизни, такие люди говорят, что нет ничего превыше этого. Цитистый язык ветвей. И надо понять, что ведические знания, основной большой процент, около 96% это кармаканда. Когда мы говорим веды, веды, вот это замыленное, это центр ведической культуры, везде у нас одни сплошные центры ведической культуры. Про о чем идет речь, надо четко понимать, что основной процент ведического знания, он говорит о том, как совершать благочестивые поступки, чтобы улучшить свое материальное положение. Вот это основной процент ведического знания, да. И только небольшой процент, вообще около 3% говорит о гьяне, о гьяна-канде. В данном случае гьяна не имеется в виду знание трансцендентное, гьяна-канде, когда мы говорим, это что, знание о чем? О каком Боге еще? Да нет, какой там Кричный, зачем он Кричный? Знание об освобождении. Гьяна-канде – это знание об освобождении, да, и кумары, говорится, они были наделены этим полномочиям, давать трансцендентное знание, но это знание об освобождении. То есть, что лежит человеком на уровне гьяна-канды, какое желание, он что не хочет? Да, он не хочет страдать. Он не хочет страдать, это основной его мотив, и есть определенные предписания век, где написано, как действует так, чтобы не страдать. И только, как говорится, один небольшой процент упаса на канды, который говорит как раз о высшем предназначении человека, о преданном служении, Верховной Личности Бога. Поэтому, когда мы говорим введы, мы тоже должны четко понимать, потому что введы сейчас преданные, популярные. Я даже видел такие ужасы, что в Ведических Центрах культуры, в Айшнаване даже проводят семинары по Камасутре, ну, разные сутры, с Упанишады, сутры, все включено. Но Шиопрапада не призывает нас здесь заняться Камасутрой, и Кришна вообще говорит, это цитистый язык введ. Сам Он говорит, что это неразумные люди, люди со скудным разумом, не будхи вообще никакие, и не йоги. Они привлекаются вот этими временными вещами. То есть, Он советует отказаться от Кармаканда. Советует отказаться от Кармаканды, платы временные, потому что... Смотрите, да, Бхагаваддите, сколько много чего Кришна говорит, поэтому можно запутаться, можно что-то выхватить, например, из уровня предыдущего, например, да, из 31 по 38 стекции, Он как раз говорит о Кармаканде. Вырвать и комментировать это. Вот смотри, надо, да, на райские планеты стремиться, надо сражаться ради райских планет, все надо делать вот ради того, чтобы лучше свое материальное существование. Но здесь Кришна говорит, что нужно отказаться от этого. Почему прежде всего, что плоды временные? Это временные вещи, это непостоянное положение, никогда нельзя закрепиться в этом постоянном положении, на постоянном. Счет в банке все равно заканчивается на разных планетах постепенно. И разумные люди, будхи, будхи йоги, они это должны понимать. Итак, Прабхапада пишет, подобно тому, как глупцы сравнивают цветки ядовитых деревьев, а срывают, извиняюсь, цветки ядовитых деревьев, не подозревая, чем это чревато. Те, кто не обладает знанием, прельщаются роскошью райских планет и доступными там чувственными удовольствиями. Вот так Прабхапада на аудио приводит. Вроде красивый цветок, ягода, плод, но ядовитый. Понятно? Отпало желание попасть, наверное, на разный план. Или немного еще, чуть-чуть, да? Его и не было. Не было. Его и не было. Правильно. У тебя было, да? Вопрос. Карма-канда, как я понимаю, туда входит и кула, дхарма и другие дхармы. И от них отказаться, то есть как сочетается их тоже, я имею в практике? Еще раз, в чем суть раздела? Что связывает? Натив. Правильно, связывает. Это не сама деятельность, не сама ядья связывает. Карма-канда. Когда мы говорим о карма-канда, надо понять, мы говорим о очень многочестивых, приличных людях. Не то, что это какие-то негодяи, уроды. Когда мы говорим о грехометках, нас приучили с детства думать, что грехометки – это кто? Ну, это вообще, это дурной запах от слова грехометки, да? Да, грехометки – это люди, которые следуют в единических традициях, они совершают яги, определенные ритуалы, карма-канды. Но их мотив каков? Чего они хотят? Правда, наслаждаться. Поэтому как раз и суть отказаться не от деятельности, как от таковой. Мы поговорим об этом еще глубже, что связывает не сама деятельность, а связывает мотив и сознание. Правильно я понял, что отказаться от карма-канда и от яна-канда, который в Бхарте стоит? Да, Прабхупада, Кришна поднимает на уровне Будхи-йога, говорит, выполняй свои обязанности, но ты не имеешь права наслаждаться плодами. Убери это в своем сердце. Если мы просто идем по персональному пути, это очень тяжело. Мы себя просто заставляем. Ну, нас мы и разум понимаем. Ну да, буду привязываться, буду страдать. Но Бхакти легче. Если ты полюбишь Кришну и начнешь отдавать Ему свои плоды, это естественно. Это Бхакти, оно естественное. Персональная вот эта практика, яна, она неестественная для души сейчас. А Бхакти более естественная. Ты просто, ты даже не задумываешь, ты даже не замечаешь, как это освобождение к тебе приходит. Да. А чутат Мапрабу, можно ли сказать, ну вот на основе того, что сейчас было сказано, что преданное служение это такая деятельность, ну деятельность-то мы все совершаем, плоды, которые мы можем предложить Кришне. То есть, если деятельность, плоды, которые мы не можем предложить Кришне, это точно не преданность. А что мы не можем предложить Кришне? Все Ему принадлежит. Ну, я имею в виду деятельность, которая... Если карма, есть греховная деятельность, об этом дальше Кришна скажет. Но на самом деле даже бездействие может быть греховное. Тоже мы поговорим. Кришна все-таки призывает к деятельности. В данном случае сражайся, иди на работу. Выполняй свой долг. Он призывает ноты, выполняй долг. Смотри, в третьей главе это чуть больше. Мы сейчас просто это обзор Багавангиты глава называется. Я хочу, чтобы мы просто какие-то уловили моменты, а дальше Кришна будет вообще нюансы рассказывать. Какие-то нюансы, как действовать, как не действовать. Что бездействие тоже несет последствия. Он будет объяснять. Ты не выполнил долг, бездействуешь. Поэтому здесь понятен момент, что связывает не сама деятельность, а мотив. Даже мы занимаемся трансцендентной деятельностью, распространяем к индиве Шупрупада. Сейчас марафон, с чем вас всех поздравляю. Но если мы привязаны постоянно к плодам своей деятельности, она не будет целиком чистой и трансцендентной. Наш прогресс очень замедлится. Да, мы стараемся предлагать свои плоды, но мы увидим, что это не так-то просто. Легко отдавать то, чего нет, я уже говорил, тоже в такой момент. То есть, по сути дела, вы будете отказаться от концепции «я и моё»? Совершенно верно. Вообще, от концепции «я» отделен от Кришны. Нужно привязаться к концепции «я слуга». Вообще, на самом деле, я вам скажу, чем им персонально от нашей практики отличается. Мы ничего не отрекаемся, мы хотим на эти правильные привязанности. Мы хотим в правильную семью попасть. То есть, в данном случае, я просто признаю, что это не моё, это его. Да, это его, это его, да, а я просто инструмент. Но это не просто я признаю, это его, а я его. Я хочу, я ищу правильную семью, семью Нанды Махараджи. Понимаете, мы не просто отрекаемся от каких-то материальных вещей. Вот именно как раз Кришна будет раскрывать, что бхакти или будхи-йога, да, мы ищем правильные привязанности, правильное применение всем своим талантам. Вот. Это легко и естественно. Вот просто реально и отречение, оно искусственно, Кришна будет об этом говорить, да. Я отрёкся, да, но у меня, но я не на этом уровне, например, если тем более, то я буду испытывать какие-то внутренние давления, у меня не будет полноты внутри. То есть, я признаю, что мне рассказали, что вот так должно быть, но при этом всё-таки мне хочется чем-то отворять. Есть разные ступени, Кришна, мы подойдём, он описывает ступени йоги, есть разные уровни сознания, и на каждой ступени, естественно, определённое понимание происходит. Мы не должны имитировать, поэтому Кришна будет рассказывать, как правильно. Арджуна не может имитировать, сказать, я трансценденталист. Если он нет, он говорит, всё-таки я кшатрий, поэтому Кришна и так же напоминает о каких-то долгах, кшатриях. Но сама идея, что если мы служим ради, вот мотив наш, ради удовлетворения Верховного Господа, Духовного Учителя, всех вачнавов, мы автоматически поднимаемся на тот уровень будхи-йога, мешка макарма. Нас не связывают плоды деятельности наши. И он более естественный способ, поэтому, в принципе, по персональному здесь даже ничего не говорили. Да, Андрей Семенович. То есть можно по-другому заметить, я уникальный член Божественной семьи, как бы, да? Супер уникальный член Божественной семьи. Так или иначе, Кришна говорит, не тренинг. И моё естественное преднаслужение. Да, в чём уникальность, кстати, кто знает? В чём индивидуальность проявляется Дживы? Да, у каждого свои отношения индивидуальные уникальные с Кришной. Поэтому каждый из нас уникальный. То есть я моё, я ставьте по-любому. Просто мы здесь связаны. Духовная мамота, есть такой термин, что Макши-Матерат-Харани, она обладает этим пониманием, сознанием. В данном случае сейчас, когда не усложняйте ничего, просто надо понять, что если что-то связывает, не деятельность, а связывает мотивы сознания. Пока давайте на этом остановимся. И так, сорок третий стих, а мы уже прочитали, да, вот как раз процветистый язык вед. Вот. И дальше сорок четвёртый текст. Но он объясняет, что привязанность к ультворению чувств становится как раз препятствием для этого достижения уровня будхи-йоги. Как раз не хватает решимости у человека преодолеть. Вот это сорок четвёртый текст. Есть у нас его надо учить? Нету, тогда я всё равно всё вместе прочитаю. Давайте. Итак, ведов в основном сорок четвёртый текст. А, сорок пятый, я извиняюсь, мы пропустили с вами сорок четвёртый текст. Давайте его прочитаем. Не надо его тоже учить? Надо его учить. Вот, его надо выучить. Давайте. Тем, кто слишком привязан к чувственному удовольствию, привязанные люди, да, и к материальному богатству, чей ум из-за всего этого, из-за этого всё время пребывает в заблуждении, не хватает решимости посвятить себя преданному служению Господу. Апахарита чета-сам, как переводится. Чета-сам это мы знаем, чета-дар по-на-маржинам. Чета-это сознание, да. Да, ум сбитый с толку, что пропады переводят. Или сознание покрытое, сегодня я слушал лекцию пропады, прямо красиво так сказал, я прямо прочувствовал, сознание покрытое пылью. Блин, да, у него немного пыли, вот, кашляет, вот, пыль. Бхога, это материальное наслаждение, и айшваря, это богатство. То есть другими словами по-русски сказать, нельзя и самадхи достичь, и свои чувства наслаждать. Нельзя на двух стульях одновременно сидеть. В какой-то момент надо выбрать, на какую водку прыгнуть. Понимаете? Смысл в том, что нельзя одновременно стремиться к чувственному наслаждению, если мы в своем сознании увидели этот мотив, это стремление, этот вектор. Нельзя и одновременно рассчитывать, что мы достигнем каких-то успехов в духовной жизни. Никогда не произойдет. Кришна потом скажет, что это стремление к чувственному наслаждению, оно убивает вообще сам импульс. Постигать что-то духовное. Сам импульс. Бывает в какой-то момент преданный погружается, и вы там других не преданны. Какие-то, может, интернеты, компьютеры, где-то хапнут материального чуть-чуть информации, сознания, и вдруг и джапу тяжело читать, и книги неохота, и неинтересно становится. Почему? Потому что соприкоснулись с этим импульсом, с энергией Камы, с материальным наслаждением. Человек посмотрел там, ну, мы же не должны в невежестве пребывать, знать должны, что в мире происходит, да, программу, новости какие-то, за ней какой-то уже фельмец тоже, где надо маю в лицо знать. И потом уже неохота ни мантру повторять, ничего. Поэтому нельзя, это каждый, у каждого может, правда, этот опыт быть, что если вы в материю погружаетесь, что импульс в совершенство садуково нам все меньше и меньше становится. И нужно такие усилия приклагать, да, напрягаться, чтобы просто мантру повторять. Поэтому в этой стихе не хватает разума, и не хватает потом решимости, в конце концов. Поэтому это четко надо понять. Поэтому правопады, это четыре регулирующих принципа свободы. Да, вот эти принципы ограничения от материальных чувственных наслаждений, они высвобождают душу. Понятен этот момент? Блога Ишваря. Что человек, если он блога Ишваря, и саманхи хочет достичь, считать трецименталистом, так не бывает. Сорок пятый текст. То есть, как преодолеть такое настроение? Кришна объясняет, что он говорит, он призывает подняться над гунами. В ведах в основном говорится о деятельности в трех гунах материальной природы. Вот о чем я говорю. В основном карма канда описывается в ведах, ее цитисты языки. Поднимись же над этими гунами у Арджуны, перестань зависеть от всех проявлений двойственности, избавься от стремления приобрести или сохранить что-либо в этом мире. Все хотят либо что-то приобрести, накопить, или в конце концов это все удержать. И из-за этого испытывают огромное беспокойство. Когда что-то накопил, я беспокоюсь о том, чтобы это сохранить, чтобы это никуда не ушло. Кришна будет рассказывать, когда в уровне Брама Будды, как раз об освобождении, Мокша, он будет это упоминать, что человек, он свободен от этих стремлений накопить или сохранить. Мы сейчас говорим как раз о сознании. С каким сознанием нужно действовать, Кришна учит нас. Если мы действуем с сознанием накопить и сохранить для себя, то мы будем беспокоиться. Итак, он призывает, поднимись над этими гунами и утвердись в понимании своего истинного Я. Нестрая гуна, поднявшись над тремя гунами материальной природы. То есть, поднимись над желанием выгоды, он говорит. Отставь это желание выгоды постепенно. Нирьё гакшема атмаван. Да, такой человек осознал параматму. Итак, Кришна постепенно разрушает это невежество Арджуны. И он говорит, что карма Канда тебе не нужна. Хотя он тут только так красиво все расписывал, вдохновлял. Но вот уже в этом разделе он говорит, оставь это. На самом деле, это тебе не нужно ничего. Это принесёт только одни беспокойства. И в Бхагават-гите есть много аналогий. В 46-м стихе как раз будет аналогия с маленьким колодцем и большим водоёмом. Кришнач Край Такур комментировал этот стих. Он говорит, что в Индии в древние времена, особенно для каждой нужды, свой колодец был. В одном месте они стирали, где-то чистая вода они пили. Много разных. Но если у кого где-то большой водоём, и бежит чистая вода, постоянный источник чистой воды, то все нужды люди, они в одном водоёме могли ультворить. Вот такая аналогия даётся. Это 46-й текст. Все нужды, которые ультворяют маленький колодец, можно сразу ультворить большой водоём. Подобно этому тот, кому известно, высшее назначение вет обретает все описанные в них блага. Вот так. Понятная аналогия, да? Также тот, кто понял смысл вет, его называют вид джанатах. Ему нет нужды заниматься обрядами кармаканды. Тот, кто понимает, в чём конечная цель, что всё равно обряды кармаканды, они всё равно приводят человека на путь понимания или стремления к освобождению. Но тот, кто с самого начала это понимает, ему уже нет нужды. То есть ему необходимо встать на путь будхи, йоги. То есть он занимается той же деятельностью, но в правильном сознании. Как Господь читает, нет нужды что-то менять внешне, нужно просто привнести в свою жизнь сознание к Кришне. Комментарий был из комментариев, что пропадает. Прочитаем мы 46 стиха. Пропада такой небольшой итог приводит. Итак, чтобы постичь высшее назначение вет, надо быть достаточно разумным. Не ограничиваться совершением ведических ритуалов и не стремиться вкусить изысканных удовольствий на разных планетах. Никто из людей этого века не способен исполнять все ведические ритуалы. Все равно, равно как и досконально изучить веданту и юпанишаду. То есть пропадает и карма, и канды, и гьяны, это люди не способны потолком-то и заниматься. Вот эти дорогостоящие ведические ритуалы, им нужно много золота и йоги. Не каждый еще и способен их проводить. Чтобы выполнять все предписания вед, требуется очень много времени, сил, знаний, средств. Знаний требуется. Мы даже много чего не знаем. В нынешний век это едва ли возможно. Да, есть история. Помните, как люди совершают какие-то ритуалы, и при этих ритуалах они часто даже не понимают их судьб. Мы тоже совершали какие-то ритуалы в преданном служении, и не понимаем суть. Если мы не понимаем суть, то, конечно, эффект не очень большой. История такого. Помните, была в Иваха Яге, свадьба, и там кошка бегала туда-сюда, и она мешала, просто беспокоила всех. И мать, она поймала эту кошку, корзина ее накрыла. Дочка запомнила. Ага. Чтобы Яге было успешно, надо будет поймать тоже кошку и накрыть ее корзиной. То есть она убедила. И все последующие поколения, они бы лавливали кошек, накрывали корзиной. То есть не понимая сути каких-то ритуалов, люди совершают эти ритуалы, то есть даже не обладая знанием. Поэтому шабур падла, чтобы даже просто заниматься этим, необходимо знание, понимание вещей и средств. нужны приличные средства. В нынешний век это едва ли возможно, однако высшей цели ведических предписаний можно достичь, просто повторяя Святое Имя Господа, как учил Господь читания Спаситель падших душ. Вот она, его стиль комментариев. Что-то много. Можно было много в стиле Тика описать обряды, ритуал. Пропад говорит, просто повторяй, Харьи Кришна. Возвращает наше сознание к сути, к цели. И 47 текст, предписанные обязанности, они очищают человека, в конце концов. Что это означает? Что если ради себя, то да, ты и отвечай за деятельность. Если ты ради себя действовал, ну ты тогда, извини, и отвечай. Хорошие плоды, плохие, там уж как придется. Но отвечаешь ты. Но если ты действуешь как долг, да, как какие-то предписанные обязанности, не для себя, действуешь из чувства долга, ты не несешь, ты не отвечаешь за плоды. Это очень важный момент в сознании. Хотя бы немножко очищает, но очень медленно. Мы поговорили в третьей главе, Кришна будет рассказать, там будет раздел, называется от карма-канды к карма-йоге. Если человек действительно следует карма-канде, он тоже очищается, конечно. Но это займет, может, не одну жизнь. Очищение. Поэтому мотив бескорыстия, конечно же, он очищает гораздо быстрее. Вообще, очень редко встретить в этом мире бескорыстие. Бескорыстная какая-то деятельность, если вы пойдете, если разум острый, вы увидите, что деятельность, она пропитана всегда какой-то корыстью. Даже какой-то благотворительный фонд люди открывают в этом материальном мире. Они всегда чего-то хотят для себя. Всегда. Даже если они печенюшки ветеранов раздают на 9 мая. Я был просто присутствовал на акции, там 7 ветеранов по пакету муки. И на каждом пакете прямо крупный штамп, от какой партии они получили этот пакет. Всегда какие-то политические цели за этим стоят. Нету бескорыстия, как такового, такого очень редко встречается. Но бескорыстные люди, которые встречаются, они счастливы, заметьте. Они действительно по-настоящему счастливы. Они испытывают какое-то счастье. Я не говорю, что все полностью корыстные. Есть, конечно, и люди с мотивами бескорыстными. Суть в том, чем меньше корысти, тем больше счастья. Такой вот тонкий момент. Но здесь Кришна говорит, он задает вектор, вектор, куда мы должны двигаться. Мы должны понимать, что если в нашей деятельности мы корыстны, мы хотим для себя, соответственно, мы будем получать реакцию плоды этой деятельности. И комментарий про упадок на сам текст. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом они отказываются выполнять своих обязанностей. Кто-то может подумать, ну, если мне не надо, я и делать ничего не буду. Вот, и буду вы, кстати, не буду получать плоды из своих трудах. Кришна разобьет, конечно, эту концепцию в Третьей Главе. Комментарий, что про упадок. У каждого есть право... А, у каждого есть право выполнять предписанные ему обязанности, однако при этом надо действовать без привязанности к результату. Такое бесстрастное выполнение своих обязанностей несомненно ведет человека на путь к освобождению. Дорогие преды, мы сейчас это все изучаем, говорим, но это не означает, что мы вот сразу поняли из завтрашнего дня, а просто мы бескорыстные такие люди, и даже нелегко увидеть иногда стремление к плодам. Мы, конечно, можем все придумать и сказать, что я бескорыстный человек, но когда мы на самом деле активно начинаем заниматься практикой предыдущей, особенно миссией, активно погружаемся в миссию, по милости Кришны мы вдруг начинаем замечать, что у меня есть привязанность к плодам. Поэтому мы сейчас это изучаем, и Кришна нам показывает путь, к которому мы должны прийти. И поэтому не нужно расстраиваться, если вдруг, ну, может, иногда, вдруг вы заметили, что есть какая-то корысть, и нет чистых мотивов. Дальше он продолжает свою мысль, и так вот это будет продолжаться, 53 стиха, 48 текст. О, Арджон, выполняй свой долг, невозмутимо, без привязанности, не беспокойся о победе и поражении. Такое умение владеть собой называется йогой. Да, умение владеть собой называется йогой. То есть, еще раз он говорит, не от деятельности отказывайся, а от стремления наслаждаться плодами. 49. О, Дхананджая, силы преданного служения, отбрось всю порочную деятельность, и в таком он настроении, вручайся Господу, только скупцы, Крипана, Бхалах, Яватах, Крипана, это скупцы, только скупцы стремятся к плодам своего труда. Пропады в комментариях, только скупцы желают наслаждаться плодами своего труда, и тем самым еще больше запутываются в сетях материальной жизни. Знаете, вот муха, она попадает в паутину. Одно, кстати, из имен Кришны, урна, урна означает полуку, если у меня не знали, урну-прапху. И он своей энергией все пронизывает, это как паутина, и когда джива попадает, вот, в эту паутину, муха попадает, она начинает очень активно действовать, она еще, заметьте, больше запутывается в паутине, начинают эти движения, от этих кармических, и все больше и больше кармы. Кама карма накручивается, накручивается, она больше запутывается, запутывается, приходится получать реакции, плоды, и все больше и больше запутывается. Поэтому мы нить Абадхи, мы очень давно здесь уже дергаемся, как муха, в этой паутине, да? Суетимся, да, напрягаемся, суетимся, хотим от этих плодов хороших, как правило, хотим плодов, но получается как обычно. Итак, а вот все Крюшно расскажет. Он Арджуна не просто бросит на полусловие. Уйдет, ну, там, сейчас обед, я уйду, ты, Арджуна, здесь подожди, пока посражайся. Все объяснит. Как раз 50-й текст, он говорит, что искусство деятельности, продолжая действовать, но оставаясь свободным от последствий своих поступков. Да? И что это дает? Какой ты плод получаешь? В 50-м стихе будет описано. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и дурных поступков. Поэтому посвятишись Йоре, который включается, который является как раз искусственной деятельностью. Уже в этой жизни ты освобождаешься от последствий. Пропады везде, будхи йога, как я уже говорил, он будет везде переводить сразу. Просто предайся Кришне, как преданное служение. Поэтому, в принципе, ответ мы уже получаем, что нужно делать. Хотя технически, может быть, будхи йога, это не совсем, но в разных традициях, в разных вариантах, не совсем технически. Это прямо вот. Есть разные уровни будхи йоги, мы уже с вами говорили. Но про Паду, он говорит, просто преданное служение. Понятны эти моменты, что делать? 51 текст, он говорит, что предание Господу, оно освобождает душу из материального мира. И более того, после освобождения душа получает право войти в духовный мир, в духовное царство. 51 текст. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают премия последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти, достигают обители Бога, где не бывает страданий. Конечно, это, если брать нашу лестницу йоги, то это высокий уровень, что человек избавляется уже полностью от пуд кармы, уже на высоких уровнях сознания, балы, премы. Он ничего уже, его ничего не связывает, он ничего не хочет в этом мире, и тогда он получает право войти в духовный мир. Это очень важный такой момент. Но это духовные, такие высоты духовной жизни. Сомнения его разрублены, узел сердца разрублен, сомнения все рассеянны, самшая хридая гранхи разрублена, и карма останавливается в тот момент. Когда вас больше ничего не привлекает в этом материальном мире, и вы хотите только одного служить к Кришне, то мы становимся достойными, чтобы идти в сяду к Богу. Вот такие Кришна рассказывает интересные вещи. Интересно вообще? И сейчас мы закончим этот раздел, 52 стих, 53. Итак, 52. Когда твой разум выберется из дебри иллюзий, ты станешь безразличным ко всему, что тебе доводилось слышать, и что еще предстоит услышать. То есть он говорит, что тот, кто познал Кришну, тот, кто познал суть духовной жизни, вкус этот ощутил, он становится безразличным в кармаканде. Вот этим всем нравоучениям, которые в ведической культуре ему привили. И Прабхата пишет, кто воистину познал Кришну и свои отношения с ним, тот, даже будучи опытным праманом, становится совершенно равнодушным к обрядам, связанным с кармической деятельностью. Одну и ту же мысль Кришна на протяжении нескольких стихов пытается донести и до Аджуны, и до нас с вами. Когда цветистый язык веет, перестанет волновать твой ум, и когда ты, постигнув свое истинное Я, будешь постоянно пребывать в духовном трансе, ты обретешь божественное сознание. Вот этот раздел, еще раз преданный, в чем его основная суть раздела будхи и я? Да, что связывает именно не деятельность сама как таковая, а связывает сознание. И какое сознание он призывает нас подняться к Кришне? Бескорыстное. То есть действовать не ради плодов, не ради того, чтобы самим потом... Это очень тяжело, в материальном мире практически невозможно. Если в материальном мире начальник не будет платить зарплату, придете вы в день зарплаты, он скажет, «Слушай, ну просто будь доволен своим служением, ну что у тебя есть такая возможность работать на меня». Вряд ли кто-то придет на следующий день. Но если Кришна так скажет гопи, он так и ему говорит, в принципе, «Мне нечем вас оградить». Кришна себя привлекает. Поэтому вот это истинное счастье от бескорыстия. Но нужно быть глупцами, нужно выбрать правильный объект в свое служение. Это тоже важный момент, правильно? Нужно выбрать правильный объект. И Кришна об этом все время говорит будет. И следующий раздел очень интересный. Вот как раз о Самадхе. Будут признаки человека. Потому что Арджуне интересно, слушай, ты так красиво говоришь, а вообще есть такие люди? Есть вообще такие? Но мне интересно. Как он ходит, о чем говорит, то есть какие его признаки, что он делает. Арджуну действительно Кришна заинтересовал. Он вдохновился. И поэтому в следующий раздел он будет вопрошать о признаках. Говорит, слушай, ну расскажи. Расскажи о таких людях вообще. Как узнать его, да. Я хотела понять как-то больше, в чем разница между Бодхи Йогой и Бхактиной все-таки. Сейчас вам вообще об этом. Не надо Шапрупаду говорить, что это одно и то же. Для вас это одно и то же. Позже, может быть, я расскажу о детали, нюансах и санскритских терминов. У Бхакти тоже очень много есть. Ну просто, чтобы совсем запутать, я вам объясню еще пару слов. Своя Шанадша Кравать Такура объясняет, что есть карма Мишра-Бхакти, есть Бхакти Мишра-Карма. И Бхаква Тамбрупада объясняет разницу. Бхаква Тамбрупада объясняет, что такое Бхакти Мишра-Карма. Он говорит, что вообще технически последнее слово – это основа. Бхакти Мишра-Карма – это все-таки еще карма. Но уже с примесью Бхакти, с желанием есть, это и есть карма-йога. Я не просто карму свою выполняю, я связываю с Кришной. Но у меня есть еще свои пожелания. Сакама-Карма-Йога. А? Сакама-Мишра? Сакама-Мишра. Предлагая идти к воды своему труда Кришне. Что такое настоящее Бхакти? Надо прийти и спросить. Духовную чечусть, что вы хотите? Он скажет, знаешь, я не хочу гирлянду сейчас. Я хочу, чтобы ты шла, там, книги распространяешься про Крабхады. Нет, нет, подождите. Но вот я хочу вам гирлянду предложить. Понимаете? Есть тонкий момент. То есть, чего хочет Кришна и чего хочу я? Ну, ладно, предложи гирлянду. Гуру скажет. И то хорошо. Сегодня мне мая полный. Но разница есть. Поэтому сейчас эти тонкие моменты. Будхи-йога. Будхи-йога – это разум. Йога-разума. Кришна поднимает Арджуну на уровень разума. Он говорит, что разумные люди, они понимают, что привязанность к водам, она пропащает. Откажись от этого. Но прабхада, поскольку я уже объяснял, он сразу нас ставит, соединяет с основной мыслью Бхагава. Что нужно освободиться от привязанности только к преданным служениям. Это настоящая свобода. Он переводит везде этот термин как преданное служение. Понятно это? Можно так сказать, что водки – это через разум, а бхакти – через сердце. Бхакти – это вообще, если мы хотим определение дать, что такое шутха бхакти, конечно, она не основана на разуме. Это стремление, такой поток удивительной гремы, поток любви, свободно от желания кармы и гьяны. Это никто и преданности будет изучать, там дадут все определения, что такое. Поэтому есть разные уровни виды бхакти, но сам термин бхакти подразумевает преданное служение. Вот, чтобы Рупа так перевел, это очень легко понять. Очень легко понять, не нужно сейчас сильно себя нагружать. А то я боюсь, что к 72 стиху у нас может передать транзисторы. А можно вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот преданные во всех городах мира, ну во многих, раздают пищу жизни. И такая, с одной стороны, это бескорыстное абсолютное служение, а с другой стороны, такая внутри корысть сделать преданным, преданное окружающим. Ну, тех, как просад, это бомба невидимого действия. Я думаю, что у всех свой мотив, поэтому мы сейчас говорим о принципах. Мы не можем говорить, у кого какие мотивы. Это очень опасное занятие, определять мотивы других людей. Неблагодарная деятельность. Если вы не дикши-гуру, не духовный учитель, то, может, вам и не надо этим заниматься. Это желание Кришны надо. Поэтому Кришна увидит мотив. Кришна, Он знает, с каким сознанием, чего хочет человек. Поэтому еще раз, еще раз заключение вопроса. Смотрите, вопрос не в деятельности. Вопрос в мотиве. Человек может воспитывать ребенка с чистым мотивом, и это будет прямо в акте. А кто-то может давать класс по Бхагавадгите своими корыстными мотивчиками. Будет связан этим, понимаете? Поэтому Бхакти, Кришна здесь объясняет. Ты не оратор, ты не книги распространяешься. Ты идешь, сражаешься. Выполняешь работу свою. Но если ты будешь чистым мотивом это делать, ты освободишься от влияния. То же самое здесь. Долг. Это очень важно. И Кришна поднимает нас в этот уровень. Иногда нам что-то хочется, а иногда не хочется при этом услужения. Но будхи-йога, это означает, что я буду делать, несмотря на хочется мне или не хочется. Понимаете? Если мы не поднимемся на этот уровень, мы никогда не высойдем с платформы ума. Ум все время, у него санкапа, бекапа, ему что-то нравится, что-то не нравится. Сегодня мне их нравится, надо повторять, завтра же не нравится. Сегодня я хочу приятным служением служить, там, Тулусе принес, Плача принес Божествами. Завтра не хочу никуда идти, какую-то Тулусе нести. Это платформа ума. Кришна хочет, чтобы поднялись с этого уровня на уровень будхи, разума. Действует, выполняет долги. Поэтому, если так здесь перевести, будхи-йога, это действие на уровне долга, долга. Потому что разум определяет долг. Вы можете действовать на уровне долга только на платформе сейчас. Только на платформе разума. На платформе ума вы не можете действовать на уровне долга. Вы только можете действовать на то, что вам нравится, и то, что не нравится. А разум, он выше находится. И он определяет, что правильно и что неправильно. Если человек, например, мать, я уже говорил, да, у нее ребенок появился. Почему многие не хотят иметь детей, там, или еще бизнес-вумен всякий, вот эти люди, да? Потому что, ну, он будет мешать ей чувства свои наслаждать. Жить, как она хочет, фривольно. Появляется какой-то долг, какая-то абуза. Долг такое слово, да, абуза появляется. Но если ты действительно хочешь вырваться из этого мира, ты должен добровольно принять на себя этот долг, эту абузу. У ученика есть долг, у учителя есть долг, например. У каждого в этом мире есть какой-то долг, обязанность. И вот обязанность, она очищает. Она поднимает на другой уровень сознание. Иначе душа так и будет карабкаться в чувственных наслаждениях. Что хочу, что не хочу, на уровне ума. Вот, например, миссия, это, буду про Санктюртону говорить сейчас, декабрь часто. Иногда не хочется, ну, не хочется выходить на улицу с книгами, чтобы пропадать. Ну, бывают такие моменты, может, у вас тоже в жизни. Там, выходили, ходили, 20 лет, 25, и уже, ну, не хочется. Но если ты действуешь на уровне долга, ты выходишь и преодолеваешься, ты прямо чувствуешь, как скрипит ум. Он поскрипывать начинает, понимаете, да. И всякие свои странные вещи начинает говорить. Давай не ходи сегодня, почитай книги хотя бы. Я готов почитать даже книги. Лишь бы не ходить на Санктюртону. Ум всегда выбирает служение полегче. Такова природа ума, он любит приспособиться. Если это с каким-то напрягом связано, ну, напряг, ну, хотя бы полегче. Но вы все равно, благодаря разуму, выходите. Нет. Тиму говоришь, ну, ты не хочешь, не ходи. Вот, а я пойду. Схожу на Санктюртону. И он другую песню начинает петь сразу вам. Да нет, ну, как я не пойду, я тоже великий вайшнам. Я пойду вместе с тобой, смотри, какие мы с тобой великие. Начинаю другую песню затягивать по стенкам. Вот никто не пошел, смотря, мы пошли. Вот эти работы с умом, они начинаются, на самом деле, когда у вас практика интенсивная духовная, интенсивная. И просто вы живете там, все, не хочу, не хочу. Нет, вот у вас есть ответственность, обязанность какая-то. И вы ее выполняете, особенно если ты в миссии. Потому что, ну, с работой там проще. Но работа тоже одисциплинирует, да. Иногда не хочется идти на работу, вставать. Но вы встаете, идете. Дисциплина какая-то есть определенная. Поэтому праздный ум – это кузница вот таких беспокойств. Беспокойные мысли начинают, да. Когда он праздновал, он не занят. Да, я и на работу не работаю, и не предаюсь Кришне, на самом деле. Да лучше на работу иди. Ладно, Кришне, не ладно, на санкир-то не ходи, хотя бы на работу устройся, чтобы вставать рано утром. Тебе надо встать, мантру до этого прочитать, значит, пораньше. Поэтому это дисциплинирует долг, очень дисциплинирует об этом, и говорит Кришне. Пойми, какой твой долг, и каждого у нас с вами есть долг. Правильно? Мы думаем, только у нас права, а у нас обязанности в основном. И если мы поймем, мы будем постоянно действовать на уровне этого долга, вот это будет нас возвышать в этом случае, да. А будет это корыстная деятельность, только перед тем же просадом? Я их кормил, но я хочу, чтобы они стали преданными. То есть это будет корыстная деятельность или преданность? Если Кришна хочет, чтобы они стали преданными, а вы просто хотите утворить Кришну, то это преданность. А если вы хотите, это тонкие грани такие, а если вы хотите, для чего вы хотите, чтобы они стали преданными? Чтобы увеличили количество членов нашей ядры, пожертвований будет больше в ядре, еще что-то, еще что-то. Тонкие мотивы. Они все будет тоньше и тоньше, и благодаря разуму вы будете это различать. Чем тоньше разум, вы будете разделение видеть больше, но тонкие вещи. Вначале просто грубые вещи мы видим там. И да, солнце, экс-оборона, да, грубые вещи. Но потом более тоньше, я еду на фестиваль, я служу гуру, например, массаж ему делать. Для чего я это делаю? Тоньше, 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 тоньше вещи делать. Я поехала на фестиваль. Для чего? Ну а кто, если я купила столько новых сарей, например, если никто не увидит, какой смысл их покупать? А новая сумочка моя, только на фестивале ее ценят, мощного по достоинству. К примеру, очень много тонких вещей. В принципе, сумочка, ну купила одну сумку, и все, ходи с ней всю жизнь. Но люди постоянно новые, вот эта мода, да, например, вот эти там острые носы у ботинок, тупые, все время меняются. Так купи ты одни ботинки на жизнь, такие поплотнее, и ходи. Нет, это уже вышло из моды, как на меня посмотрят люди. Это разум, он тоньше и тоньше становится, когда, и вы видите все-таки, где гамма, каков мотив ваших тех или иных действий. Сейчас мы просто видим вектор. Не расстраивайтесь, дорогие беды, но если вдруг мы чему-то не соответствуем. И попытайтесь свои мотивы оценивать, не мотивы других. Это важно. Тогда бать хотел, что-то. Погромче. Будхи-йога, это получается, садхана-бабхи. Будхи-йога, йога разума, вот и все. Ну, Кришна, Раджуна, знаешь, садхана-статхана. У каждого своя садхана здесь, да, на ситуации. Долг выполнять. У него долг есть, у Раджуны. Он не может его избежать, все. Да. То, что вы говорили, это про геймпель, и он, в стиху 3.27. То, что ведет о заблуждении ложной нормы, душа считает себя совершающей действие, на котором он сам будет совершать, и мы будем... 3.27. Мы еще вторую песню работаем. Вторую главу. Вторую главу. Тихо. А, Игорь. Давай, давай, и закончим эту тему. Выше всего-то мотив. Какой мотив? Мотив свой корыстный, да? Тонный, допустим. Да, и что с ним делать-то дальше? Молиться, чтобы он... Выполняй свой долг и молись Кришне. То есть, выполняй так же, пусть этот мотив так же и живет. Смотрите, а... Нет, пусть он так не живет. Вы должны просить Кришну, чтобы он дал высший вкус. Почему мы это делаем? Потому что нам это нравится. Почему этот мотив нас живет? Нас это привлекает. Да, при служении хочется делать. Кришна, если увидит в вашем сердце, что вы захотели от этого избавиться, он избавит. Важно захотеть. Искусство Бхактии – это правильное хотеть. А может потом, ну, как отпадет желание? Можно свалиться из духовного мира даже. Молиться, чтобы избавил меня от этого мотива, и тут же можно свалиться с духовной жизнью. То есть, опасно. Получается, молить Господа, чтобы избавил от этого мотива. Так же или нет? Вообще, к Господу обращаться не греховно, с самого начала, как правило, говорит. Это греха. Это благочестие определенное. Важно обращаться и научиться к Господу. И постепенно, если у тебя есть какие-то внутренние, индивидуальные сомнения или вещи, или ты что-то не понимаешь, ты должен обратиться к духовному учителю или наставнику, который тебе именно в твоем случае объяснит, как тебе поступать. Это тонкие вещи. Еще раз, просто нужно понять, что… Ты сейчас задаешь другой вопрос. Как уходит анархия? Вот так вот, он замаскировал, ты его там. В сути дела, как уходит анархия? Это ответ дается к Ваговатам. Благодаря развитию высшего вкуса и к Ваговатам. Их тоже Кришна об этом скажет. Еще раз, дорогие друзья, суть раздела. Поняли? В будхе как переводится? Разум. Разум – это что? В принципе, человек действует на уровне разума, что он делает? Он выполняет свой долг. Но Кришна призывает его не просто выполнять свой долг, а еще отказаться от привязанности, наслаждаться своими плодами. И вот этот уровень будет поднимать и очищать человека. Поэтому сковывает не сама деятельность, а мотив и сознание. Молодцы. Дальше, следующий раздел, 54-й, 72-й стихи. «Признаки человека в самадхии». К Аржуне будет интересно. Он начинает в 54-м стихе спрашивать. «Отого Кришна, как распознать этого человека, обладающего этим божественным сознанием? О чем он говорит?» Четыре вопроса можно выделить. Он задает четыре вопроса. О чем говорит? Как выражает свои мысли? Как сидит? Как ходит? Я запишу вопросик. Итак, первое. Вопрос, о чем говорит? Это 54-й текст у нас. Чтобы мы понимали вопросы глубже, что он спрашивает. Вопрос простой, да, здесь несложно понять. То есть он спрашивает, о чем он говорит? У него было свободное время поговорить. О чем он говорит? О чем такие люди говорят вообще? Каковы суть их беседы, смысл беседы? Второе, он спрашивает, как выражает свои мысли? Или на каком языке говорит? Тоже мы это обсудим, поскольку... Да, давайте, Супрупад говорит, как выражает свои мысли? Кришна будет отвечать на эти вопросы, и очень интересно. Когда он будет отвечать Господь, мы уже поймем, что он же, в принципе, спрашивал. Вот, третий вопрос, а как сидит? Вначале, как сидит. Не просто, знаете, в какой позе там он присел, на стульчик, на табуреточку. То есть как сидит, не в этом смысл. А как сидит, это как он себя ведет. Как бездействует. Как бездействует, да. Когда чувства, они нужно вовлекать. Да, когда они соприкасаются с объектами чувств. Сейчас, может, не очень понятно, но в процессе мы поймем, что как он бездействует. Когда не занят активной какой-то деятельностью. Как он сидит, как он ведет себя, что происходит с ней. Это третий вопрос. И, соответственно, как ходит, совершенно понятный тоже вопрос. Как действует. Да. Как ходит. Здесь не о походке речь идет. То есть как он действует, как занимает свои чувства. Как занимает свои чувства. Простите, а второй вопрос. Второй вопрос. А как выражать свои мысли. Я прямо взял эти вопросы, вот как Шапрупада переводит. О чем он говорит? Как выражает свои мысли. Как он сидит и как ходит. Как выражает свои мысли. Иногда еще переводит человек. Каков у него язык. О каком языке он говорит. Вот это я тоже поговорю. И первый вопрос, он самый важный, по мнению Шапрупада. Шапрупада определяет, что это очень важно. Что по тому, о чем говорит человек, можно определить уровень своего сознания. На какой платформе, на каком уровне он находится. И как раз из комментариев очень красивая такая мысль. Главное отличительное свойство человека, обладающего сознанием Кришны, впрочем, как и любого другого человека, его слова. Говорится, что глупца, особенно хорошо одетого, невозможно распознать до тех пор, пока он не заговорит. Но стоит ему открыть рот, как сразу же становится ясно, кто он такой. Понимаете, да? То есть, глупца хорошо одетого, такой пришел, умный человек. Вы можете надеть любого глупца, костюм профессора, например, или доктора. Ховат ему, красный крест и все. Но если начнется какая-то деятельность, и его спросят, ну как можно провести операцию, или еще что-то. И если он откроет рот и начнет говорить, вы сразу можете распознать его уровень квалификации. Поэтому, что пропады говорят очень важно, важный критерий, можно определить сознание. И дальше, прямо здесь, в этом комментарии. Смотрите, да, в комментарии. Главная черта человека, который обрел сознание Кришны, какая? То, что он говорит только о Кришне, или о том, что связано с Ним. За этим признаком следуют все остальные, приведенные ниже. То есть, преданные всегда говорят либо о Кришне, либо о служении. Даже если внешне это может не показаться как-то связано с Кришной, но он всегда в своем сознании связывает это его служение. Будь то работа, будь то воспитание детей, дом, семья. Если он это делает как служение, воспринимает это как служение, он связывает с миссией, то он говорит о Кришне. Не так, что он пришел на работу, и там ему надо работать, не знаю, там, гайки закручивать какие-то, а он все время о Кришне говорит, о Бобе. Это странно, это неуместно иногда, вещи происходят. Одна женщина мне поделилась, у них директор, маленький городок, фабрика какая-то там, ткань, они что-то делают, или нитки. Вот, и директор преданная. И она собирала летучку такую, всех собирала, своих там рабочих, работниц, и рассказывала им с утра, как она там божества переодевала. Ну, теперь они не могли ничего, они сидели, слушали, иначе их уволят. Ну, люди просто в шоке были, конечно. И одна женщина потом поделилась, знаете, говорит, она, нам кажется, она больная. Ну, не нормально, она с утра рассказывает, как она в куклы играет. Понимаете, да? То есть тут тоже нужно иметь разум определенный, где, кому, что и говорить. Если мы не обладаем, поэтому она вроде бы о Кришне говорит, но вряд ли это являлась проповедью. Да. Но суть в том, что Сабарпада определяет. Итак, первый вопрос, о чем говорит. То есть человек говорит о духовности, духовных знаний, и все, как связано с духовной жизнью, с духовной знанием. Все, что связано с услужением Кришны. 55-й текст, очень важный для понимания вообще всей этой темы, асамадхиасхитатхирмуни. То есть будут даваться главные, вот отличительные признаки. Чем он отличается от материалиста? Важная самая вещь. 55-й текст. Верховный Господь сказал о Партха, в человеке, который очистил свой ум от всех желаний, да, вот об этом с хитопрагиаммуния, о мудреце, берущих начало в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном Я, говорят, что он обладает чистым, божественным сознанием. С хитопрагиас тадо чате. С хитопрагиас. Интересно, что с хитопраги, что Бархады переводят, как находящийся на духовном уровне. С хитопрагиа. Дословно, это будет утвердившийся в разуме, в будхе как раз, разум которого стабилен. Да, и он действует на этой основе своего стабильного разума, да, с хитопрагиа. Итак, в чем основная мысль этого стиха? Про джахаттия, да, каман. То есть он от чего свободен? От камы. От желания. Не всех желаний, от желаний, связанных с чувственным наслаждением. От материальных желаний, как мы говорим. От желаний, чувственных наслаждений он свободен. Почему? Вот это здесь важный момент, дорогие преданы. Если мы поймем, почему он свободен, да, мы поймем суть этой главы, этого разделчика. Атмань эватмана туштах. Так переводится, смотрим текст. Работаем. У вас домашних заданий нет, у вас все задания здесь. Чистое состояние души. То есть тушки, как еще слово переводится, часто Бхагалдитер? Он внутренне наполнен. То есть он внутренне наполнен. Почему он не обращает внимание на эти материальные миры, на эти сознания, на эти чувства наслаждения? Почему? Потому что он внутренне наполнен. У него есть полное удовлетворение внутренним сознанием. То есть он обладает сознанием Кришны. Таково искусство. Поэтому вот так жили Госвами Бриндавана, внешне ничего не было, у него было внутреннее богатство. И вот это важный секрет. Это не просто, как мои ваде персоналисты, да, они отрекаются, но внутри ведь тоже ничего нет, пустота. Они принимают этот бед Мауана, да, о чем говорят? Чтобы не говорить о глупостях, они принимают разные обеты. Есть история известная, да, как это. Кто-то, если был на Кумхамеле, вот на этих больших праздниках здесь, в Индии, я видел этих людей, которые обет Мауаны принимают, молчат, йоди, все, ходят. Но они ходят с такими табличками, и когда они что-то хотят сказать, они пишут. Они не могут молчать, все равно у них есть потребность поговорить. Да, и они пишут, как бы ничего не говорят, вроде обет Мауаны, но это на самом деле такая ловко. А что они пишут? Всякую ерунду. Обычно. Они интересуются все равно всякой ерундой. Поэтому это искусственный процесс, искусственный метод. У них есть желание, стремление к чувственным наслаждениям, у них нет полноты, у них нет заполненности. Если мы развиваем сознание Кришны, мы полностью наполняем, мы занимаем все свои чувства в преданном служении, все чувства. И когда чувства заняты, у нас нет потребности. Однажды Пархупада сказал, да, знаете, говорит, почему это самое, за мной столько следует, последователь, и вообще я такой популярный. Почему с вами жив? Потому что, говорит, у меня нет вожделения. Вау, все такие, ничего себе, нет вожделения. Потом он посмотрел в глаза преданным, понял, что есть какие-то беспокойства. Говорит, ну не то, чтобы нет вожделения, времени нет на это. Это то же самое, дорогие друзья. Вот это Бхакти. У нас просто нет времени на ерунду. Тамакшна Махарайч в свое время тоже его спросили, вот, ну, вы приняли саньясу, как и другие в молодом возрасте, в юном, то есть юноши, как так возможно? Столько пали, столько саньяси, представила саньясу, а вы не пали. Вы, правда, меня так занял. У меня время, мне не было минуты подумать о чем-то другом. Поэтому смотреть, вот это активное занятое, с преданным служением, это и есть тот метод, который нас поднимает на духовный уровень. Для начала независимые мои мотивы, а потом, конечно, мотивы очищаться можно. Потому что, если мотивы не очищаются, вам тяжело этим заниматься. Сейчас, главное, потом, не углубляйтесь, какие детали. Я хочу, чтобы вы поняли вектор. Рупада говорит в комментариях, эти желания невозможно просто подавить. Их невозможно, но их люди пытаются подавить, да, вот эту пружину, сдавливаешь, сдавливаешь, играешься из себя чистого пледанного, да. Потом, в какой-то момент, все обратно лезет из тебя, это из ушей. В данном случае есть лотос на во рта. Эти желания невозможно просто подавить. Но если человек занимается практикой сознания Кришны, они исчезают сами собой без дополнительных усилий. Вот так. То есть, благодаря другому вкусу, другой занятости, другому интересу, эти вещи, они сами с собой уходят. Крупада смеялся над этим обетом Мауна, говорит, эти имперсоналисты, Майвади, они молчат, может им сказать нечего. Нам, говорит, всегда есть о чем поговорить. Понятен сам вот этот фундаментальный момент, принцип, когда мы говорим о Самадхи. Почему люди, почему вот этот схит от Хирмуни или это Будхи Йог, вот этот Будхи Йог, почему ему легко этим заниматься? Он удовлетворен. Он удовлетворен. Тушки, он испытывает счастье, у него есть наполненность души. Да, он полностью не испытывает потребности в чувственном наслаждении. Знаете, как иногда люди спрашивают, когда видят, мы следуем четырем принципам, да, каким-то имперсон, или вы имя, с рыбой не едите, даже рыбки, даже кусочек, даже не хочется тебе. Им не понять, что есть прекрасный просад с паниром, и это самое, не в кадыше будет сказано, что какая рыбка. Они думают, что мы вот это самое, прячемся там, и по ночам под подушкой, нет, да нет, там курочки, ножку по грязюмам. Людям не понять, да, ну такие эскетичные эти кришнаиты, они даже в мясо не едят. Но для нас это смешно, для нас, когда мы идем мимо шурмы, да, вот нос затыкаем, нас воротит от этого. Естественно, у нас наполненность есть, нам есть что, какие запахи, да, ароматы почитать. Вот. Поэтому это естественно происходит вещь. Поэтому есть преданное служение, это естественная вещь. И так же со всеми другими вещами, да, когда нам нравится что-то, нечто большее, и мы получаем другой вкус, то естественно, потребности в каких-то греховных привычках, они отпадают. Извините, вы сказали, ворота, например, обратная сторона привязанности, говорит, обратная сторона привязанности? А рага двеши, ты, по-моему, ты и сам пахнет. Вопрос в чем, есть рага двеши, ты все хочешь забежать вперед в стихии, про рагу двешу, мы поговорим, рага двеши материальные, материальные рага двеши, да, естественно, это немножко о другом сейчас вообще Кришна говорит. Есть друзья, есть враги, материалистов, и он предлагает, поднимись над этой рагой двешей. Там о другом вообще суть. Здесь он говорит, да, что обрети новый духовный вкус, определи новую духовную семью, новых друзей. Если, например, вам нравится в обществе Вашнамов, и вы испытываете здесь, ну, все свои потребности вытворяете, то вы не будете смотреть на общество материалистов и сожалеть, что вы их оставили. Понимаешь, об этом речь идет. То есть, суть в том, что самадхи это естественная вещь, да, но и один момент здесь еще раз Кришна подтверждает, что нельзя одновременно и чувство наслаждать, и Бога полюбить. Масло и вода, они не смешиваются никогда. Суп варил когда-нибудь, да, вот варишь супчик, и там масло вот этим пятнами плавает. Они не смешиваются, ты помешал, помешал потом вам, они опять масло в кучку. Гусь семье не товарищ, да? Гусь семье не товарищ, и я полетел, да? Это Бхагава там объясняет, что есть вороны, есть лебеди, все равно. Так, не курьте, почему лебеди, лебеди, обороны, обороны, у них разные интересы жизненные, разные жизненные ценности. По большому счету, в какой-то момент Кришна скажет, это как день и ночь. Время. Одиннадцать часов, вот кто-то следит не за Бхагавтом, а за ее экспансией в форме времени. Преданное дело, небольшой перерывчик, я все-таки хотел, мы закончим вторую главу, и начнем, соприкоснемся с третьей главы. Пятнадцать минут перерыв, не опаздывайте. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok